Рад приветствовать вас на телеканале «Импак», спасибо, что вы стоите с нами. Это программа «Влияние». Я не один на программе. Сегодня особая семья. Это отец и сын Дмитрий Дмитриевич Шатров и Дух Святой Третий. И Захарий, приветствую тебя. Welcome back снова. Он уже не первый раз. Он не первый раз. Welcome back? Welcome back. Я думаю, что зрители узнают тебя, наши зрители. То есть это не дебют у тебя, и Дмитрий Дмитриевич у тебя тоже не дебют. У нас интересная тема будет. Во-первых, я вначале снова же сделаю анонс о том, что с нами сидит автор книги Дмитрий Дмитриевич Шатров, старший пастор церкви «Благовесь» из Санкт-Петербурга, Россия. И книга называется «Кто за ним стоит». Друзья, если вы прошлую программу, Дмитриевич, мою пропустили, вы потеряли очень много, но потеряли не все. У вас есть возможность позвонить, заказать эту программу, о чем мы говорили. Мы продолжим. И нашего полку прибыло сегодня. Потому что очень хорошо, что молодое поколение, оно будет разделять наш эфир. Очень хорошо. Спасибо, Ира. Очень хорошо сегодня. Потому что мы можем на нашем уровне возрастном, мы можем настолько далеко, ввысь, воспрянуть, Но жизнь-то она складывается, по большому счету, из более повседневных таких, практических, зачастую приземленных таких вещей и моментов, которые мы зачастую не замечаем, игнорируем. Но, тем не менее, Захарий, я сделаю, так сказать, вторую анонсировку о том, что сегодня ты являешься студентом библейской школы или колледжа, как вы называете. Это город, который находится на расстоянии трех часов от престольного града Сакрамента под названием Рейдин. То есть ты находишься там. Именно так. Да. И что ты там делаешь? Это называется School of Supernatural Ministry. Это школа сверхъестественного, это школа пророчества. Это три года программа, которая идет, можно делать это один год, два года или три года, полные три года. Первый год, он нацелен на найти себя, identity. Это кто ты в Боге, для чего ты здесь. И вот этот год, который сейчас у нас идет первый, это мы узнаем, для чего мы здесь и кто мы. Вау. То есть там все-таки, я думал, что там вы учите книги Ветхого Завета, Нового Завета. Нет. И изучаете 12 апостолов по именам. То есть там более серьезное обучение. Да, все верно. Это не стандартный какой-то библейский колледж. Это с углублением, да, именно на пророчество. Почему тебя потянулось в Верхъестественное? Это была внутренняя какая-то тяга к этому. Это не было какое-то прям такое вот мое желание, что я хочу именно туда. Да, я просто почувствовал внутри, пришло понимание, что надо ехать в Бесел. И я даже не знал об этом достаточно много, но приехал сейчас и понимаю, что не ошибся. И внутреннее чутье у меня не подвело. Дмитрий Дмитриевич, Захарий – это ваш бэби. У тебя трое сыновей и сколько внуков? Друзья, приготовьтесь. Нет. Сколько внуков? У меня четверо сыновей. Четверо? Да, четверо сыновей и трое из них уже женатые. Захарий еще не женатый. А почему я думал, что у тебя трое? Не знаю почему, у меня четыре сына – Даниил, Филипп, Тимофей и Захарий. Представь себе. Вот, у старшего сына уже четверо детей, у второго сына двое, у третьего родилась недавняя девочка. То есть у тебя? У меня всего один внук и шесть внучек, и того вместе семь. Семь. Молодой дедушка. Молодой дедушка, да. То есть, Дмитрий Медведевич, с твоей стороны было какое-то поощрение или натиск на Захарию, чтобы, так сказать, отправить его за океан? Учись, сын, учись, постигай науку библейскую. Эти вещи натиском ничего не сделаешь, конечно нет. Когда я рос, помню, как отец мне говорил о важности Слова Божьего, о важности молитвы. Но пока это лично человек не переживет. То есть я с детства рос среди чудес. Я видел чудеса, которые Бог творил в нашей семье, в семье моих бабушек, дедушек. Я в этом вырос. Но очень важно, например, человек сидит дома, видит, как за окном ветер. Но это ветер за окном, он его не чувствует. Он видит его последствия, видит, как ветер там качает деревья. Но когда выйдешь на улицу, и по тебе этот ветер пройдет, ты понимаешь, а вот что такое ветер. Так и присутствие Божие. О нем можно рассказывать род детям, они могут видеть чудеса. Но пока они лично не переживут Бога, пока они с ним лично не встретятся, тот момент рожденец вышел, он нужен каждому человеку лично. Поэтому эти вещи насильно не сделаешь. Были такие моменты в твоей жизни, когда ты чувствовал внутри, будучи взращен, находясь в семье служителей, видя жизнь отца, видя жизнь матери. Но были ли у тебя такие моменты борьбы, какого-то борения, дискомфорта духовного внутреннего, когда ты, может, не говорил, но оно проявлялось, влечет меня и то, влечет меня и другое. Влечет мир или влечет церковь? Ну вот, да. Потому что отец, то известный служитель, и церковь-то известна, и тут всякие, так сказать, плотские отклонения и изгибы, они накладывают отпечаток на мое духовное, душевное мировоззрение. Искушений много. Искушений много. Было или не было? Абсолютно, конечно, было. Было, серьезно? Было, сто процентов было. Я думал, что это... Не было сомнения, что именно духовного в плане, что существует ли Бог, или что правильная ли у нас вера. Такого никогда вопроса нет, такого не стояло. Но приоритеты жизни, вот именно в приоритетах, я немножко мастап, у меня произошло немножко неправильное взвешивание приоритетов в своей жизни. Например, материальные вещи, что крутая машина, не знаю, хорошие часы, бизнес-класс или крутой ресторан для меня стояли выше, ну, материальные вещи стояли выше, чем, может быть, даже мое отношение с Богом. Вот так какое-то время такое было. Ну, на то время, вообще, тебе на сегодняшний момент, я не буду озвучивать, но тебе не много лет. Да, не много. А что, я озвучил, он девочкой, что ли? Ну, да. Скоро будет 18. Вот видишь. Но смотри, а что имело место, достаток такой в семье у тебя, что ты мог позволить себе вот эти все дорогие машины и все остальное? Ну, или оно было просто здесь? Нет, да, я могу сказать, это было, наверное, больше даже, как я считаю, что это было какое-то дьявольское, такая, удар на мою жизнь, что это не было, когда даже то, что у меня папа очень, как бы, как сказать, приучивает, да, к финансовой дисциплине. Он мне не дает, даже при возможностях, он не дает мне какой-то там большой разгул и так далее. Но в моем окружении, в моем общении у меня были ребята, которых родители, к сожалению, не могли там побыть, провести время, но они могли дать им свою карточку банковскую, которую они могут тратить, сколько хотят и сколько позволят. Так они компенсируют свое невнимание к своим детям. Даже такое есть в России? Да, это очень много и очень постоянно в богатых кругах. Отец дает карточку кредитную? Нет, но я тоже давал кредитную карточку. Но ты ограничивал или нет его? Да, но это не работало. Когда я получал на телефон сообщение, сколько потрачено, я был вне себя, говорил, что ты что делаешь? Я же тебе не разрешал. Ну, уже поздно, деньги уже, ну, там, никакие сумасшедшие. Ну, да, но тем не менее, да. Дело не в суммах, дело в послушании или не послушании. И потом все-таки переосмыслование пришло. Что повлияло на метаморфозу? Внутри меня было понимание, что я качусь куда-то не туда, иду куда-то не туда, но, слава богу, что и у папы пришло это понимание, он почувствовал это внутри себя, что что-то у Зака не так, и надо это изменять. Он мне предложил поехать в Канаду как миссионер на три месяца быть в реабилитационном центре, посмотреть, как там живут люди, послужить им, и понимая то, что мне нужно это, хотя, может быть, и не хотелось, но я понимал, что это надо. Я в послушании, в повиновении пошел и полетел на три месяца в Канаду, в реабилитационный центр. Мы возвращаемся к Канаде и к этому центру. Дмитрий Дмитриевич, ты стараешься взрастить сыновей, четверо у тебя, видишь, я умолил тебя на одного, ты стараешься, и оно нелегко дается, потому что тебя самый старший проповедует, он периодически, я помню, мы видели его на импакте, и довольно-таки неплохо проповедует. То есть они пошли по стопам отца, как проповедники, служителя, будущая замена, может быть, или оно как-то идет естественно, что они, глядя на твой пример, и пример отца и деда. Это вопрос призвания. Это вопрос призвания. Если, например, у Даниила, у старшего, это четкое совершенно призвание, и когда ему предлагали, у нас уже был свой семейный бизнес, и он работал в нем, и мы предлагали, так скажем, у него с головой все в порядке, чтобы он отвечал там за определенный департамент, и потом руководил там определенными вещами, то он говорит, папа, мне не нужна эта зарплата, я хочу быть в своем призвании. И он принял решение, отказался от работы в бизнесе, и пошел, чтобы служить в церкви, именно помогать мне в пасторской работе. Это его призвание. Если, например, второй сын Филипп, у него сердце очень мягкое, чувствительное, он любит заниматься благотворительностью, но у него совершенно четко бизнес мозги. Он занимается бизнесом и благотворительностью. то он не пастор, в смысле, чтобы там проповедник, или у Тимофея свое призвание. Поэтому это беда, когда родители пытаются сделать из детей то, кем они считают их нужным сделать, или как вот хочу, чтобы сын был как я. Сын будет несчастен в том, что он будет как ты. Ему нужно быть в своем. И наша задача создать такую атмосферу, чтобы дети могли выбрать свое. И самое максимальное, что помогает человеку найти себя, это атмосфера любви. То, что развивает человека, это атмосфера любви. И Заку, конечно же, было также оказано немало, как и всем детям, любви. Но все равно каждый должен потом принять решение самому, находясь в любви, развиваясь, но принять решение, как идти за Богом. Кем быть. Кем быть. И в профессиональном плане. То есть у тебя нет подхода, что твои сыновья, они должны автоматически стать наследниками престола. Ну, образно выражаясь. Я имею в виду принять служение и прочее. Во-первых, я не хочу, чтобы даже такая фраза, я понимаю, это как алебория, но все равно наследники престола. Потому что Иисус сказал, у вас да не будет так. Кто хочет быть большим, пусть будет слугой. И дети... Сыновья знают об этом, кстати? Ну, знают. Или ты говоришь, так, сын в Америке? В Америке. Значит, смотри. Это тренд. То есть это традиция семейная. Особенно ты прекрасно знаешь, вы в Америке, не меньше я бываете, скажем. И если отец начал служение, воздвиг церковь, поднял мегачерч, обязательно, что он уступит ее 90%. Это говорит статистика. Он уступит ее своему сыну. Если это его призвание, то да. Пусть уступает, да. Но это глупо, чтобы отец пожелал своему ребенку быть несчастным. Вот одна из десяти заповедей. Не пожелай чужого. Это, думаю, ну, как бы там зависть, вот зависть. Да это не только зависть. Не пожелай чужого, это не... Не о жене ближнего. Не о жене ближнего. Не будь кем-то другим, будь собой. Да. Глупо, чтобы отец пожелал своему сыну или дочери быть несчастным. Я хочу, чтобы они были счастливы. А счастливы они будут только в своем. И моя задача — помочь им найти себя. Чтобы они нашли свое. И в этом... Потому что Бог, он стоит за тем, что он дал человеку. Если он дал человеку быть артистом, а не таксистом, то он стоит за вот этим артистизмом или, наоборот, за таксизмом. То есть Бог дал человеку призвание, и он стоит за этим. Когда человек живет не своим призванием, то Бог за этим не стоит. Получается, что я обрекаю сына или дочь на несчастное существование. Поэтому мне хотелось, зная, что в любом случае, что бы мы ни делали, надо, чтобы было сердце слуги. Иисус сказал, у вас не будет так. У вас пусть больше будет всем слугой. Я хочу, чтобы мои дети были лучшими. Были лучшими в том, что есть их. То есть, если это Богом рождено, написано, побеждает мир, рожден. Если это бизнесмен его призвание, пусть будет лучшим бизнесменом. Но лучший бизнесмен, и не тот, который рулит, там, всеми командует, над всеми превозносится. Нет. Если хочешь быть бизнесменом, будь лучшим. Но лучше это все равно нужно будет служить. Поэтому я предложил Захарии поехать в Канаду, где наши друзья руководят реабилитационным центром. Люди, которые достигли высот в бизнесе, но по 30 тысяч долларов тратят в месяц на наркотики. Вся их судьба бизнеса и семейные рушатся. Они оказываются в реабилитационном центре в качестве реабилитантов, наркоманов. И я говорю, Зак, поедь, посмотри. Вот к чему приводит успех, который не основан на правильных приоритетах? Ну, может, сам расскажет то, что там пришлось служить и служить, ну, так скажем, по-серьезному с утра до ночи. Ну, перед тем, Захар, когда ты расскажешь, вот в твоем становлении, у тебя было становление несколько лет назад, как ты говорил, переоценка ценностей, да? Вот кто по-особому на тебя оказал воздействие, влияние, если хочешь? Может быть, вот какой эффект кого в служении на тебя впечатление произвел? Если можешь сказать. Да, первый определенный мой отец, сто процентов. То есть ты можешь с глазу на глаз, не стесняясь сказать, что отец, и он, и, кстати, папа воспринимает это, нормально воспринимает. Ты не должен этого стыдиться или шарахаться от этого, пастер Дмитрий, да? Понимаете, вот, может быть, это не мое дело сейчас об этом говорить, но проблема в том, что когда люди, служители дома, они одни, а в церкви они другие, это дает сразу же неправильное направление детям это лицемерие. То есть ты ставишь детей на путь лицемерия. Если они видят дома человека одним, на работе другим, в церкви третьем, они это воспринимают как норму поведения и начинают сами также лицемерить. А лицемерие это не настоящесть. То есть ты одеваешь маску и живешь не свою жизнь. Играешь ролью. А Бог за этим не стоит. Бог стоит за настоящим. Поэтому тот, кто лицемерит из родителей перед детьми, они это видят, то он ставит своих детей на путь ненастоящей жизни, за которой Бог не стоит. Бог стоит за настоящим только. Поэтому, естественно, я хотел, чтобы дети наши были счастливы и успешны. В принципе, это была моя речь. Я хотел как раз таки об этом и сказать, что моя... Ничего, я прощаюсь. После программы поговорим. То, что я своего отца могу увидеть как и в церкви, как он относится к людям, как он ездит к бабушке, как он проводит время с благотворительностью, как он это все делает. И также после, когда мы едем в какой-то магазин и как он общается просто с продавцом, как он общается просто с людьми, как он улыбается, как он может сказать какому-то комплимент или помочь. И вот эта вот настоящность, она меня цепляет, что при всем своем... При всей своей там успешности в плане всех, ну, сферы жизни оставаться вот этим смирением, смиренностью, вот это, которое у папы просто для меня как бы зашкаливает. Я хочу этого же, и я знаю, что вот за этим как раз-таки, когда имеешь вот эту скромность свою, вот эту вот, как сказать, правильно. Ну, ты правильно говоришь, да. Да, да, да. Я вот это, я понимаю, что это ключ к успеху, и я знаю, что поэтому я вижу это вот для меня прямой настоящий пример, и я хотел бы иметь это же. То есть и Канада. Вот ты приехал в Канаду, ты посмотрел на происходящее в судьбах этих богатых людей, и в какой-то мере оно, так сказать, на тебя повлияло. Конечно, меня отрезвело меня полностью, я поменял свой взгляд на жизнь, потому что я думал, что вот когда, когда там можно найти классное настроение, там, не знаю, в крутом ресторане, в деньгах, да, в каких-то материальных вещах, и когда я приезжаю туда, я вижу, что вот до чего докатилось, до чего дошло их жизнь. Они имели большие зарплаты, свои компании, они зарабатывали большие деньги, они могли позволить себе крутые дома, они говорили, что они покупали все квадроциклы, дома, ездили отдыхать постоянно, но это их, это им не приносило какую-то радость, это было как бенгальский огонек, все, нет, внутри пустота, и они не понимали, чем эту пустоту можно закрыть, и они искали это в каких-то материальных вещах, потом в алкоголе, потом начинали переходить на какие-то легкие наркотики, и доходило до того, что они уже стали зависимы от кокаина или от героина, и все, их жизнь просто рушилась. Вау, вау. Друзья, у нас интересная беседа сегодня о родителе. Вот, знаете, если у вас есть чадо около вас, не знаю, знает оно русский язык или может полупонимает его, пригласите их к телеэкрану, потому что вот мне интересно беседовать с тобой, и ход твоих мыслей, он, так скажем, взрослый, взрослый, да, и довольно-таки зрелый, поэтому я благодарен Богу, и благодарен родителям твоим за то, что все-таки видишь, вот этот процесс у тебя, он прошел менее болезненный, то есть... Для него не был болезненный. Конечно, потому что, да, для родителей несомненно, что ты не хватил глубин сатанинских. Сколько у нас писем, пастори Дмитрий, практически каждый день приходит, практически нет таких дней, чтобы мы не получали письма. Нет. Что интересно, что меньше люди пишут имейлы, да, но очень много матерей и отцов, я тебе, если не забуду, после эфира напомню, я тебе некоторые выхвачиваю и дам прочитать, собственноручно пишут, собственноручно, и когда я получаю такие письма собственноручно, не просто там по имейлу, не просто смс-ку, но я вижу, что оно слезами написано. И 85-90% просьб это дети наркоманы в молодом возрасте ушли в мир, не называя имен, так погрязло где-то, так погрязло где-то в сатанинских этих, это дети благочестивых родителей и вопиют, плачут, плачут. Что произошло? Молитесь, поддерживайте, пожалуйста. Какая откуда помощь? Понятно, что мы и в постах за некоторых пребываем, и молимся, и даже эти нужды мы брали в Иерусалим, молились у стены плача, то есть все делаем возможно. Благодари Господа и благодари родителей, которые вымолили не только тебя, но и твоих братьев старших, что все-таки ты не вкусил глубин сатанинских. Я очень благодарен Богу за это, что я у меня папу пришло какое-то понимание чутье в папе внутри как раз и все было сработано так достаточно быстро и все было, что вот, как вы сказали, что я не успел вкусить уже, это было близко, это вся вот эта грязь, да, вот это все, так сказать, мирское, оно было близко, но, слава Богу, что я успел, как сказать, папе пришло понимание до этого, поэтому я очень благодарен Богу каждый день за это. Итак, Риддинг, на сегодняшний момент Риддинг, мы снова к нему возвращаемся. Пожалуйста, пожалуйста, Риддингу ты сказал по поводу этих писем и родителей, я ни в коем случае, ты сохранит мне, Господь, какого-то осуждения в адрес этих родителей, но просто как рекомендация, как совет, что Писание говорит, что покаяние это конец проклятию, и часто мы, родители могли сделать что-то сами неправильно по отношению детей, давая им недобрый пример, конечно, у меня этих примеров тоже, когда я давал своим детям неправильный пример, было немало, то пусть нам не будет стыдно признать, в чем мы были неправы, и перед Богом, перед детьми произнести это покаяние, сын, дочь, то, что я не давал тебе свободы, то, что я тебя прессовал, то, что я доминировал над твоей волей, то, что я сам в чем-то лицемерил, признать свои эти ошибки перед Богом и перед детьми, пусть они будут вам, это ваш авторитет не опустит, это его поднимет, и вот это вот покаяние, оно может в духовном мире очень много произвести, дать право Богу работать в жизнях ваших детей, и, конечно же, не количество, скажем так, часов, выстоянных молитв, это тоже, естественно, молиться нужно, но просто ваше доверие Богу, то есть молитва, это не количество часов или высказанных слов, а то, что вы ситуацию отпускаете не в смысле безразличия, мне больше ребенок не интересует, безразличен, нет, а вот это, как будто бы вы передали в руки Божьей, я успокоился, да, я был неправ, я осознал, попросил прощения у Бога и у дочери или у сына, но вот теперь я передаю, вот, 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 возьми, вот, возьми, я передал, все, у меня этого веса в руках больше нет, я передал, вот, как будто с души снять, это наша передача в руки Божьи, она позволит Богу быстрее начать действовать в сердцах, в жизнях наших детей и тех, за кого мы молимся. Как ты думаешь, просто Дмитрий, когда присутствует некий страх, что, вот, у родителей есть некий страх, особенно по отношению к тем детям своим, которые в западню попали, в какую-то форму зависимости. И родители слышат слухами полна земля о том, что там похоронили того, там похоронили того. Я попал на славянское кладбище в Сакраменто, вот, ну, хоронили родственников наших и прошелся там по некоторым рядам, которые вот отрядами, и мы были удивлены с моими братьями о том, что... Много молодых. Молодых, много молодых. И я спрашиваю там знающих ситуацию, говорю, а это, о, этот от наркотиков, а этот, по пьянке разбился на машине, а этот, а этот в угаре где-то там убили. Я-я-я-я-я-я-я-я-я. То есть, и присутствует элемент страха. Как бы не постигло моего, Господи, как бы... Вот когда присутствует такой страх... То это скорее произойдет. Произойдет. Потому что книгу Йоба мы читаем, написано, то, чего я боялся, то и постигло меня. Страх, он только еще быстрее ускоряет приход этого. Поэтому нужно не бояться, а любить детей, которых, которых постигла та или иная ситуация жизненная, но передать в руки Божьи. Потому что вера, вера, это... Кто знает, в Евангелии вера и доверие это одно и то же самое слово. Один корень. Не корень, а даже вообще одно слово. Вот слово, которое мы читаем как вера, оно в Евангелии написано было как доверие. Это не то, что я верю в то, что Бог существует. Это не в этом смысл. Вера в Евангелии это доверие, это что я доверяю Богу, что он сделает, он может, он хочет. Помните, я верю, что ты можешь меня исцелить, но не знаю, хочешь ли. И вот доверие Богу, что он хочет спасти моего ребенка, оно скорее поможет, даст право Богу, передал ситуацию. Тогда я успокоившись, позволяю Богу действовать. Но надо, чтобы сам родитель продолжал любить. Когда мы начинаем, видя ошибки детей, гнобить, чморить, прессовать, выгонять, ругаться, кричать, то, что не по любви, то уже грех. Он грешит наркотиками или еще чем-то. В это время родитель грешит поведением, которое выходит за рамки любви. Поэтому нужно продолжать любить. Любовь не означает давать ему деньги на наркотики, это не любовь, но чтобы в сердце было правильное отношение к ребенку и не бояться. Доверие в Богу, написано, что совершенно любовь прогоняет всякий страх. Веря в Божью любовь, что Бог его любит больше, чем вы, своего сына, доверяя Богу, вы сами любите этого ребенка, тогда любовь изгоняет всякий страх. И доверие Богу позволяет ему вмешаться в ситуацию и скорее исправить ее. Вот эта вот любовь и доверие это то, что реально ускорит ответ на вашу рейт. Я хотел сейчас, чтобы мы уже перешли к регингу, а я вернул вас обратно. Ничего. Дело в том, что смотри, что происходит последний месяц-полтора. Я периодически встречаюсь, после обеда сегодня снова встречался с этим отцом, и мы каждые пару дней мы встречаемся. И когда он поделился со мной, наверное, месяц-полтора назад своей проблемой, в этой области, у сына, он мне произнес следующую фразу. Прямо со слезами на глазах. Не уменьшая, не преувеличивая, потому что одиннадцатая заповедь, ты говорил, десятая заповедь, да? Не пожелай. А одиннадцатая, это в моей интерпретации, не преувеличивай. Вот. Не преувеличивай. Он со слезами на глаза говорит, Юра, я, говорит, дошел до того, глядя на этого сына своего, а тот там и торгует, ворует все, из дому все выносит, все, отец работает тяжело. Говорит, я дошел до того, что я стал, он стал мне совершенно чужой человек. Я, говорит, дошел до того, как я, говорит, со слезами, как я докатился, говорит, брат Юра, что я вижу, я не вижу его сына. Это чужой совершенно для меня человек. Понятно, что там я вот беседовал. Вот как ты, вот даже вот такие моменты, что ты скажешь на это? Я скажу очень просто, что Бог продолжает его любить. Отца или сына? Обоих. И отца, и сына. Но как можно до этого идти? Может ли отец... Да, конечно, может. Может, конечно. Когда уже душа огорчена, когда человек уже столько сделал неприятностей по отношению родителей, неуважения и... Но сейчас я хочу о другом сказать, что Бог продолжает любить этого сына. И мы, понимаете, вот примерно на Луне. Луна призвана светить ночью. Да? Она для этого и создана. Она для этого и создана. Но Луна сама не может светить. Конечно. Она может только отображать солнечный свет. Человек-христианин, который просто жил правилами Писания, нельзя того, не ходи туда, не смотри на это, и только пытался одеть в свой костюм заповедей сына или дочь, одевая религиозные правила, так это нельзя, туда не ходи, на это не смотри. Эти правила не работают. Только любовь может правильно взращивать и любовь может вернуть ушедшего ребенка. Поэтому сейчас ночь. В их жизни сейчас ночь. Луна призвана светить ночью, но она не может сама светить. Она может только отображать солнечный свет. Поэтому наша задача ежедневно, есть ли у вас в семье проблемы или их нет, номер один, наше призвание номер один, призвание любого человека на земле, номер один, это принимать Божью любовь. Бог любит нас. И мы призваны в жизни не быть правильными христианами, не жертвовать, не служить. Номер один призвание каждого христианина, любого человека на земле, это принимать Божью любовь. Потому что именно эта Божья любовь, она нас делает теми, кем мы призваны быть. И чтобы сегодня в жизнь ваших детей пришла любовь, которая изменит их и вернет их обратно в лоно семьи, в лоно Царства Божьего, им нужна любовь. И вы не можете и в этой ночи ее дать. Вы можете только принять Божью и ее отобразить. Поэтому есть у вас в семье проблемы или их, слава Богу, еще нет и не будет, может быть. Есть один рецепт, как исправить ситуацию или избежать, чтобы она не произошла. Ежедневно принимать необходимую и достаточную для ваших жизней порцию любви Божией. Потому что все от Него и мы к Нему. Мы только, мы из Него родились. Мы как рыба созданы для того, чтобы жить в воде. Так человек создан, чтобы жить в Божьей любви. Это наш environment, это наша атмосфера, в которой мы призваны жить. И в ней мы исполняем то, для чего мы призваны. Как только мы выходим из Божьей любви, мы начинаем вытворять всякие вещи, которые нам не свойственны, для которых мы не были изначально предназначены. Но только находясь в Божьей любви, мы исполняем то, к чему призваны. И это может предотвратить, чтобы не попасть в беду. И уже попавших в беду исправить ситуацию. Поэтому вот мой совет этому отцу, который говорит уже, я своего сына не вижу сыном. Он сын ваш, и он сын Божий. Прежде всего Божий. Поэтому примите Божью любовь. И Господь даст вам мудрости, как эту любовь распространить на сына. И эта любовь вернет его. Тот блудный сын, который ушел. Если бы отец не посылал эти флюиды любви отцовской, что мы знаем, это прообраз нашего небесного отца, если бы он не посылал эту любовь, тот сын бы не почувствовал и не пришел в себя. Помните, этого блудного сына написано, он пришел в себя. То есть, то, что поможет вернуться ему к состоянию вашего сына, прийти в себя, к самому, к этой идентификации, то, что вот Захария говорит в отношении рейдинга, там сейчас первый курс, это чтобы найти свою идентификацию, найти самого себя. Каждому человеку важно найти самого себя. И вот именно ваше послание отцовской небесной любви, Божьей любви, в адрес сыновей, поможет им прийти в себя и вернуться в дом отца. Поэтому прошу вас. Здорово, здорово. Помните жизнь с того, что вы с утра просыпаете, как вы встаете в душ, вот вставайте под утренний душ Божьей любви. Это то, что вашу душу очистит от обид, от огорчений. Вот, говорит, горы верой переставляет. Да помните Марк 11, глава 23 стих. Вера, молитва, горы переставляет. И следующая фраза. Когда стоишь на молитве, прощай. То есть, Иисус сразу, мы как бы привыкли, что вера горы переставляет. Молитва может творить только если ты прощаешь. А как тебе прощать, когда ты не принимаешь порцию Божьей любви? Поэтому, о чем бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, о нашем призвании, о воспитании детей, все крутится вокруг самого главного. Божья любовь. Все вокруг нее. Поэтому, просыпаясь с утра, первое, что нужно сделать, не бежать в душ физически, а сказать, Господь, я принимаю сегодня твою порцию любви на сегодняшний день. Это самое главное. Здорово. Друзья, мы в эфире. Это отец и сын Шатровы. И Дух Святой с нами здесь. Дух Святой и Ваш покорный слуга вместе с Вами. Дух Святой обязательно, да. Захаре, смотри, вот не только жизнь старшего поколения, но особенно, особенно, это настолько заострено, жизнь молодого человека, она бомбардируема. молодое поколение, оно настолько ежедневно, постоянно. Реклама, не только, куда-нибудь, везде, искушение, да. Оно в разных формах и проявлениях ощущается. Как устоять в этом? Хороший вопрос. Я бы сказал, что это, наверное, окружение. Окружение очень сильно влияет. Среда. Сто процентов. Да, это Ваш социальный круг, который вокруг Вас. Это очень важно. Очень важно. Вот, поэтому, для меня это... Для тебя лично, да. Для меня, это из моего личного опыта, из моей жизни, это когда ты окружаешь себя людьми, которые, которые тебе, которые болеют, допустим, эболой, но ты эболой заболеешь, правильно? Если все вокруг тебя кашляют, ты начнешь кашлять. И также здесь можно сказать, когда все твои вокруг ребята занимаются каким-то грязными делами, ты тоже начнешь заниматься грязными. Но есть и хорошая сторона этого. Если ты себя окружаешь людьми, которые самоулучшаются, саморазвиваются, допустим, познают Бога, то ты тоже вместе с ними не заметишь как, но ты сам начнешь, и у тебя появится желание, и ты сам это захочешь делать. Поэтому для меня это было окружение, и это очень важно, сто процентов. Продолжай. Продолжай. Это первое, точно сто процентов, чтобы я из своей жизни. То есть люди как лифты, они тебя либо поднимут, либо опустят. Да, как говорит, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Поэтому по твоему окружению ты можешь сказать, кто этот человек, кто я. То есть духовный, он притягивает духовного. Нечестивый, он всегда будет себе подобных искать, по роду своему. А может быть так, что он станет нечестивым, потому что оказался среди нечестивым. сто процентов, да, потому что на самом деле есть такая еще, как мы думаем, что можно, вот я приду в эту плохую среду и изменю эту плохую среду в лучшую сторону. Но это возможно сделать, но это нужно такой корень внутри себя, такой стержень. Такое помазание. Такое помазание. И надо в этом возрастать многие-многие года. Я думаю, что вот мой отец это может сделать. Я и мне это, мне надо, ну еще лет 20-30 это возрастать в себе, чтобы я мог реально прийти, окунуться в какое-то общество, которое развращало бы меня и изменить его изнутри в хорошую сторону. И есть такая, что молодежь думает, ой, я тусую с ними, но я их изменю в лучшую сторону. Но это очень сложно. Намного легче попасть в капкан именно грязи. Смотрите, что легче, человек стаскивает кого-то вниз или тебе поднять его наверх? Идеально. Хорошо. То есть гораздо сложнее удержаться наверху. Тебе тяжелее поднять его, вытащить его из болота, и ему легче тебя с берега в воду, то есть когда он находится в воде, тебя с берега стащить вниз к себе в воду. Вот этот иммунитет, о чем ты говоришь, иммунитет, наверное, без влияния и пребывания в Слове Божьем и молитвы и без правильного круга общения, наверное, иммунитет практически, он настолько ослабленный, потому что слишком много против нас, чем за нас. Особенно слишком, настолько работает против нас все вместе взятое. Вот я даже, как-то мы в мире бизнеса где-то говорили, я приводил пример. Говорю, на один доллар, который в вашем кармане, претендует 600 компаний в Америке, 600 на один доллар. И люди были, это статья, люди были настолько удивлены, неужели это? А я думал, говорит, что где там два или три или пять. Говорю, 600. 600. Точно таким образом настолько много претендуют, если уж углубиться в мир духовный, настолько много бесов претендуют, а особенно на помазанника, а особенно на тех, будущность которых великая, будущность которых в церкви, в помазании, в служении, в силе, в явлении Духа и Демоны, они так и шуршат, они так, почему Христос говорит, помните это место, вот идет князь мира, обо мне не имеет ничего. А знаешь, что произошло на самом деле? Это, это, это мое откровение, может, вы другие откровения имеете? Я однажды читал, думаю, господи, что это означало, когда Христос претендуют? И я получил вразумление, открылись духовные глаза, Христос имел духовные глаза, Он видел зачастую намного дальше, чем мы видим зачастую в нашей жизни, как говорится, потому что Он видел нематериальный мир. И в это время так я получил такое вразумление, то есть это не голос был, никто не кричал там с неба, внутренний голос, мне в это время, когда Христос стоял там, проходили вокруг него, вот этот постоянно около него крутился, до Голхофа крутился, Он уже на кресте, Христос, Спаситель Мир, Сын Божий, Он говорит, сойди с креста и уверуй, то есть сойди с креста тогда, то есть до самого последнего дыхания, до самого последнего момента, они эти бесы, эти демоны, эти с этим князем мира в этих, бесовских, так и крутились, Христос, если бы ученики, ученики, какой, о чем они говорят, если бы у них тоже открылись глаза, они бы увидели, что Он крутится вокруг них и вокруг Иисуса Христа, постоянно, 24-7, если мы думаем, что против молодых людей наших не крутится, 24-7, да если бы я еще материализовал это практически словооборот, 24-7, там и интернет, там и Фейсбук, там и чего только нету, 24-7 крутится, крутится, то есть те, которые работают против нас, против молодого человека, и если этот иммунитет, он ослаблен, пропал, просто пропал, и только благодать Божья где-то она, только благодать Божья удержал, мне понравилось, значит, есть такой у нас Александр Тюкаев, он не знает, о чем я буду говорить, на днях мне сказали, какой-то случай недавно произошел, одна из наших родственников говорит, вот мне явился Христос, и я пришла ко Христу, вот уверовала в Него, ну в мире были, а я уверовала в Иисуса, я услышал Его голос, реальный, говорит, и там они присутствовали в обществе где-то, и она говорит, ну вот как вы уверовали, ну вам же это, вам же, я реально услышал Его голос, да, то есть так она пришла ко Христу, и она искренне уверовала, так, она говорит, ну вы как, ну вы все дети верующих родителей, вот, и Александр Тюкаев посмотрел, говорит, слушай, то, говорит, что я уже христианин, то, что я служу Богу и сохранил себя от прародителей своих, вот в таком смысле, так мне передали, может он поправит меня после эфира, говорит, это уже большое и огромное чудо, это уже благодать Господня, я так подумал, действительно, то есть он воспринимает, и я тоже воспринимаю это как огромное чудо, потому что, прошу прощения, держи мысль, Захарий, ты не знаешь той жизни, которая была перед, ну, перед падением, перед, перед этим, перед занавесом, да, я хотел сказать перед перестрелкой, перестройкой, перестройкой, или перестрелкой, что там было? И то, и то, и то. Так вот, там тоже было, слушай, слушай, там тоже было, в молодом возрасте, там, знаешь, там шалтай-болтай, то одним глазом смотрел, фантомас разбушевался, там, ты не смотрел, ты был святой, и это, но было у меня в студенческие годы, что я понимал, что двумя глазами фантомас разбушевался, смотреть грех. Но один из-за завесы, так, из-за такой вот завесы. Я думал, что я могу себе позволить посмотреть. Уже было много, уже много было. И благодать Божья многих нас удержала по сегодняшнему моменту. Но сегодня, смотри, с течением времени, Слово Божие говорит, предостерегая нас, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, тяжелые, лукавые, дни лукавые. Лукавые дни, это знаешь какие? Это от слова лук. Он так изворотливый. Знаешь, видел когда-нибудь лук? Он вот такой вот, кривой. Вот такие дни лукавые. И вам намного тяжелее. Вам, брат мой, намного тяжелее. Давайте будем расписывать искушение и тяжесть. Все-таки к ответу на вопрос, к сути. Вот эта женщина уберла, потому что она голос услышала. Да? Да. Но мы должны все услышать голос Божий. Написано, что будет время, когда живущие, находящиеся во гробах, то есть услышат. Без возрождения души люди мертвы. Без веры в Бога люди мертвы духовно. Они живут физически, как Адам. Он не умер, когда он. Но без веры в Бога они все мертвы. И вот пришло время, чтобы даже живущие в гробах услышали голос. То есть каждому человеку важно услышать Слово Божие. То есть вы говорите про иммунитет. ЗАГС сказал в отношении как сохранить себя. Это environment, это окружение, в котором ты находишься, кто тебя окружает. И вы сказали по поводу Слова Божьего. Что важно? Слово и молитва. Так вот первая глава Иоанна. Помните? Вначале было Слово, Слово было Бога, Слово было Бог. И Слово обитало Слово стало плотью. И обитало с вами. Полная благодать истины. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Жизнь и Слово написано стало с нами. И тьма не объяла его. Тьма не смогла объять этого Слова. То есть в сегодняшнем мире вокруг нас столько искушений, столько проблем, столько разных соблазнов, которые увлекают нас. Но тьма не способна объять Слово. Поэтому не просто, когда мне, допустим, Библию подарил, мы сейчас говорили про Петр Кременча, мне Петр Кременч Библию подарил, я еще был подростком, мне было всего 13 лет, но он мне сказал важные, так скажем, наставления, как читать Библию. Вот простой пример апельсин. Я не очень люблю фрукты, но и когда не пренебрегаете, ну вот корочка это, но когда ты его вскроешь, там сок. Вот когда берешь Библию, вот эти вот корочки, а когда вскроешь, там внутри, там такой сок, так вот, когда ты приходишь и говоришь, Господь, написано, что эту Библию писали люди, будучи движимы Духом Святым. Боже, помоги мне не просто читать, а оттуда услышать то слово, которое потом тьма не сможет объять. я хочу, читая Библию, не просто надо Богу, надо, чтобы я читал Библию, прочитаю еще одну главу на ночь, чтобы, Господи, ты там был на небесах доволен. Да Бог есть любовь, а она довольна тогда, когда плоду, когда объекту любви хорошо. Вот любовь тогда довольна, когда объекту любви хорошо. Если Бог нас любит, то ему хорошо, тогда, когда человеку хорошо, а и Бог знает, человеку хорошо тогда, когда тьма, искушение, не смогут объять его. А искушение и тьма не объединят его тогда, когда в нем будет слово. Поэтому Бог хочет, чтобы я читал слово. Не чтобы ему было хорошо, а чтобы мне было хорошо. А слово не просто там страницы, а чтобы я для себя оттуда услышал рема, живое слово, которое будет во мне жить и тьма его не сможет объять. Поэтому молодежи наставление одно, что люди, ваш environment, что вас окружает, в каком круге общения вы находитесь. И, конечно же, живое слово. Если ты скажешь Господь, я не понимаю, читаю, мне как-то скучно, спать хочу, когда читаю, но скажи Богу серьезно, прими решение, скажи, Господь. Помните, как написано, и открыл их ум к пониманию Писания, когда Иисус шел с учениками, которые шли в Маус, он был рядом с ними, но они его не узнали. Может быть, рядом с тобой сейчас идет Иисус, ты его не узнаешь. Там он обстоятельствами, он различными ситуациями, он с тобой, вот его не узнаешь. Но когда Бог откроет, откроет ум к разумению Писания, и ты примешь Слово в себя, настоящую жизнь, тогда эти искушения, они будут. Они будут, но они не смогут тебя объять. Они не смогут эту жизнь, которая есть в Слове. Понимаете, в семени, которую Бог создал, есть жизнь. И семя взламывает бетонные толщи, асфальт разрывается. Почему? Потому что рождик шел? Да нет. Потому что семя оттуда, с земли, такое в нем силище Бог вложил. Оно взламывает асфальт. Поэтому искушения, они были, есть и будут. Но чтобы у нас была сила их проходить, нам нужно иметь в себе Слово, которое тьма объять не может. Это живое Слово Божие. Да, Зам. Можно я? Да, скажу. Лайфхак, как на самом деле вот это вот получить реально качественное время, потому что можно, как ты говоришь, читать и не открывать, и не заходить в эту глубину, которая даст тебе реальную энергию, реальную вот эту, как сказать, силу. И в чем проблема нашей молодежи, читать неинтересно, читать не хочется Библию, да, и как-то это, ну, непонятно и так далее. Но на самом деле, когда вы просто помолитесь, скажете, Господь, можешь мне открыть что-то, чтобы я получил какое-то с тобой качественное время? Не важно, можно молиться 2-3 часа, но не получить это качество, когда ты реально чувствуешь его присутствие, когда ты реально с ним на связи, так сказать. И когда ты реально попросишь у него и скажешь, Господь, дай мне это время, и он даст, ты почувствуешь его, ты почувствуешь внутри себя вот эту радость, вот это наслаждение, которое материальными вещами, там, пойти, поиграть в PlayStation, не знаю, поехать куда-то в крутое место, не сделает тебя таким счастливым. И ты поймешь, что, вау, я хочу больше, I want more. И ты начинаешь читать больше, начинаешь больше углубляться, и тогда и ты больше начинаешь получать удовольствие, реальное счастье. И ты потом для себя, это для тебя первое откровение, ты поймешь, что ты хочешь этого больше и будешь делать это больше. И вот в этом настоящая радость и счастье, вот как я лично понял. Причем эти вещи, которые платские вчера, допустим, это же ресторан, хорошая машина, хорошие часы, они не грех. Сто процентов нет. Они, они, вот тогда эти вещи приобретают настоящие интересы, качества и смысл. То есть это побочное. Когда это берет, да. Приоритет. Приоритет доминирует, да. Только при правильном приоритете, когда Господь на первом месте, тогда эти вещи приобретают настоящее наслаждение и удовольствие. Какие рычаги ты применяешь, Захарь? Я тебя внимательно слушаю. Как вот в твоих рычагах сквозит такой здравый смысл зрелого уже христианина. Спасибо. Как ты ставишь себя в зависимость от Господа? Вот что ты применяешь для этого? Это привычка, которая, которую я в себе выработал, когда был как раз таки в Канаде, это каждое утро начинать правильно утро. На самом деле я просыпался в 6 утра и с улыбкой я не просыпался. Я просыпался в 6 утра. Вы понимаете, это было? Ну да. Это было, не было счастья в этом. Но своим провозглашением своим, радость, любовь, правильные слова, которые я высвобождал. Вот просто когда у меня настроение внутри было полное какое-то, ну в 6 утра я не хотел вставать, но я свой мозг заставлял, отправил правильные импульсы хорошими словами. У меня начиналось хорошее настроение. Я садился и я просто начинал читать. И утром это очень, ну это лучшее время, когда я считаю, можно общаться с Богом, когда у тебя еще не засорена голова какими-то там, что я буду делать днем, что там проблемы, там мне не ответила моя подруга, я не знаю, там с друзьями поругался. У тебя вот это время, оно, голова свободная и ты можешь реально его потратить на то, чтобы пообщаться с Богом. И я это делал утром, как я это лично делаю сам. Я прошу Господа, чтобы он мне открыл что-то. Я начинаю читать Библию, прочитал голову и потом просто начинаю писать. Пишу, за что я благодарен. Благодарное, благодарное сердце это очень важно. Я считаю, что это я пишу, получается, первое, что я пишу, я пишу, за что я благодарен. Потом я пишу свои грехи, которые, может быть, которые у меня были за день. И потом я задаю вопрос Богу. Какой-то вопрос, элементарный вопрос, как я могу, какие у меня есть проблемы, которые мне надо изменить в себе? Как я могу повлиять на своих знакомых? Как я могу сделать сегодняшний день лучше? И я просто закрываю глаза и я жду какой-то ответ от Бога. И на самом деле я понял, что я это делал слишком over complicated. Я думал, что это очень сложно, это надо поститься три недели, чтобы получить что-то от Бога. Но на самом деле это очень просто и Бог хочет с нами общаться. И очень классная мысль сказали на самом деле, что мы молимся, мы просим что у Бога, но не даем время послушать и услышать ответ. Мы говорим, Господь, да, это вопрос, аминь. И мы не даем вот этот промежуток времени, чтобы услышать, что у Бога всегда есть что сказать нам, но нам надо просто послушать. И я считаю, что когда мы задаем вопрос, я его выписываю. Я закрываю глаза и я просто слушаю, что Бог положит ко мне на сердце. И вот эта первая мысль, которая приходит, я ее выписываю и потом я понимаю, что ну я сам своими мозгами не мог до такого додуматься. Я не мог вот это вот с этой идеей подойти. Я понимаю, что это реально Господь. И поэтому вот так вот я... Из моего первого вопроса... Слово же говорит, светильник Господень, дух человека. И вот когда вот этот дух, который внутри нас, а Бога, право первого слова, оно у Бога. И когда человек в молитве почитал, задал Богу вопросы, и просто вот Бог через светильник, через дух человека начинает в душу, а душа это наши уже мысли, наше чувство, воля, то есть через дух Бог начинает высвобождать в нашей мысли свое слово, свою волю. Поэтому очень важно, задав Богу вопросы, правильно сейчас Захарий сказал, дать себе время послушать, что Бог скажет. Ибо светильник Господень, дух человека. Вот из первого моего вопроса вытекает второе. Как ты учишься распознавать, различать голос Божий от голосов других? Для себя я просто это не, на самом деле, не делаю каким-то огромным процессом того, что Бог ли это, не Бог ли это. Я понимаю, что я открыт для... Я говорю, Бог, дай мне, я знаю, что Бог всемогущий, Бог может все, да, правильно? И я говорю, Господь, ответь мне, мне приходит мысль, я ее записываю, и... Ну, я уверен, что это Бог мне сказал. И потому что, если бы это, как сказать, Бог у нас всемогущий, я Ему верю, я доверяю, и я понимаю, что мысли приходят, и все от Него, правильно? Если твое сердце право перед Богом, других мыслей он не пошлет. Да, да, и сто процентов это не будет, это не будет, знаете, как я могу сегодня повлиять там, и какая-то негативная мысль, конечно, ну, какая-то ложь, которая также надо сопоставлять с Библией. Есть ли это в Библии, сказано ли это в Библии, какое-то... Есть подтверждение тому, да, тому, что я записываю. И когда я пишу ответ на свой вопрос, я вижу, что это идет вместе в одной линии с Библией. Я понимаю, что это точно от Бога, и у меня нет сомнений. То есть, другим словом, здравое учение, которое ты принимаешь, да, написано, здравое учение принимать не буду. Здравое учение, которое ты принимаешь, вот вопрос, как ты его культивируешь с тем, да, чтобы оно, чтобы оно, которое проходит, оно проходит через тебя, то есть и ты начинаешь смотреть уже глазами, ну, глазами духовного человека, потому что есть много учений, есть много учений, и ветра учений также очень много, о чем Писание говорит. Вот мой вопрос для молодого человека, как избежать, сохранить себя от ветра учений, то есть, чтобы, чтобы то, что ты слышал от родителей, Писание говорит, то, что слышал от моих свидетелей, или там от бабушки, от прабабушки принял Тимофей Юный, вот как так, чтобы оно стало моим, то есть, понимаешь, в чем это? Да, я понимаю, это личное отношение с Богом, и это, я говорю, что задавайте вопросы Богу, не стесняйтесь спрашивать у Бога какие-то вопросы, он хочет вам ответить, просто послушайте это внутри, и не надо, это очень важно, чтобы это были ваши личные отношения, если вам удобнее это сделать на балконе, выйдите на балкон, не обязательно стоять на колени, не обязательно это делать, там, без музыки, если вас музыка подводит к этому состоянию с Богом, включите христианскую музыку, пускай это, это ваши личные отношения, это вы общаетесь со своим другом, это со своим Господом, вы общаетесь, и как вам удобнее, как максимально вам будет легче, вы это делаете, поэтому я уверен, что это лично спрашивайте у него, думайте, как вам легче, и не надо как-то зависеть от чужого мнения, как это правильно делать. Еще очень важный момент то, что когда человек слышал от Бога, ты или спросил, как это сделать своим, то есть услышал, но именно практикуя что-то, мы это укореняем в себе, то есть можно что-то от Бога услышать, но не начав это практически делать, и вот так же ветром сдует, потому что дьявол приходит, написано украсть, убить и погубить, и его задача, помните, когда посеяно слово, что он приходит? украсть слово, потому что он знает. И не только, он приходит к тому, что, кроме того, чтобы украсть, посеять сомнения в слове, тоже очень важно. Это и есть, это путь, как украсть слово. Посеять сомнения, это как украсть Божье слово, это инструмент. Поэтому у него задача, как украсть у человека здоровье, как украсть у него деньги, как украсть у него хорошие отношения. Да просто дьявол делает, ворует слово Потому что когда ему удастся украсть Слово Божье То он практически украл человека здоровье Украл у человека Успех, процветание, хорошее отношение Поэтому наша задача Получить слово И не дать его украсть А как это сделать? Практикуя его То есть начав делать это слово На практике Поэтому Яков и пишет, что вера без дела мертва Вера, она отслышание слова Ты слово услышал Но если ты не запустил процесс сделания Слово услышал, молодец Теперь запусти это в делание То есть через практику Это становится, вживляется в нас Здорово, видите, час снова пролетел Как пять минут Мы будем встречаться Дмитрий Дмитриевич, спасибо Захарий Дмитриевич Спасибо огромное, очень приятно И снова ты уже приглашен На следующую программу Вот когда ты выйдешь уже Окончишь студенческую свою учебу Велкомбэк Велкомбэк Еще тебе несколько лет учиться Или ты так Один год Еще один Да, да, слава Богу Дмитрий Дмитриевич Бог да благослови в служении Спасибо Вот хорошо слышать из уст сына Относительно примеров Добрых примеров родителей Это блаженно такое состояние И радостное состояние родителей Когда слышать добрые слова Слава Богу Поэтому спасибо еще раз, друзья Спасибо, что вы были с нами Это была программа влияния Мы беседовали, говорили А вы услышали Поэтому Бог да благослови Принимайте это слово Стойте в этом слове Практикуйте это слово И Бог мира будет славен С вами Иисус Христос любит вас Мы так же любим вас Всего хорошего Оставайтесь с нами на импакте Будьте благословенны С вами был Игорь Негода С вами был Игорь Негода С вами был Игорь Негода